Израиль в трауре, Хамас ликует, Фатх гордо берет на себя ответственность за убийство родителей на глазах у детей. Арабо-израильские отношения омрачены еще одним трагическим инцидентом. Накануне на территории Иудеи и Самарии двое израильтян были застрелены арабскими террористами на глазах у четверых детей. Ситуация накаляется. После трагедии в арабской деревне между Рамалой и Шхемом неизвестными был поддожжен автомобиль. А на стене одного из домов появилась надпись «Месть». О перспективах мира между евреями и палестинцами на фоне жестких речей и терактов моя коллега Нина Шамуги. Теракт. В еврейском государстве не могут дать иной квалификации действиям арабских радикалов, которые расстреляли в упор молодую израильскую пару на глазах четверых малолетних детей. Вооруженное нападение было совершено несколькими террористами, когда семья поселенцев возвращалась домой на автомобиле. Это тяжелый день для государства Израиль. Мы стали свидетелями жесткого чудовищного убийства, жертвы которого оба родителя, а четверо их детей остались сиротами. Израильтяне в очередной раз получили доказательства того, что необузданное подстрекательство со стороны палестинцев приводит к террору и убийствам. Я, не откладывая, собираюсь обсудить с министром обороны, с начальником генерального штаба и главой службы общей безопасности Шабак шаги, которые мы предпримем не только для того, чтобы поймать убийц, но и для того, чтобы упрочить безопасность всех граждан Израиля. Террористов надо уничтожать беспощадно. Такова реакция израильской оппозиции. Жесткостью заявлений отличались и еврейские поселенцы. Сотни представителей поселенческого движения проводят акции протеста в районе Хевронского Нагорья. Поселенцы намерены немедленно дать сионистский ответ на чудовищный теракт, основать в Самарии новый поселок. Мы обращаемся к израильскому правительству не только с требованием поймать этих террористов. Мы требуем, чтобы правительство дало отпор таким вылазкам. Министр сельского хозяйства Уриа Риэль возложил ответственность за убийство 30-летних мужа и жены на шоссе в Самарии во время еврейского праздника Суккот лично на главу палестинской администрации. Риэль подчеркнул, что убийство молодых родителей производной антисемитской речи обумазано на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Арабы тем временем приветствуют убийство двух евреев в Иудее, ответственность за которые взял на себя Фатх. Поступок радикалов из движения за национальное освобождение Палестины назвали героическим в Хамасе. Пресс-секретарь террористической организации Хусам Бадран заявил, что этот теракт послужит наказанием еврейскому государству за его преступную политику. За несколько часов до трагедии с трибуны ООН о возможном мире между израильтянами и палестинцами говорил Бенеми Нетаньягу. Израиль готов сделать все для достижения мира с палестинцами. Я готов незамедлительно возобновить прямые мирные переговоры с палестинскими властями без предварительных условий. Я по-прежнему привержен концепции двух государств для двух народов. Создание демилитаризованного палестинского государства, которое признает Израиль государством еврейского народа. Но палестинцы предложение премьеры еврейского государства назвали лукавством и очередным популистским шагом. Это верх цинизма со стороны Нетаньягу говорить без предварительных условий и при этом ставить такие условия, как создание демилитаризованного палестинского государства и признание нами еврейского государства. Что это, если не условия? Потому слова премьер-министра не имеют ничего общего с действительностью. Это Израиль вышел из мирных переговоров. Это он не соблюдает никаких соглашений. Израиль, имея сильную армию, держит палестинский народ в заложниках. И при этом нас, жертву своей воинственной политики, выставляет агрессорами. Нести изменения в политику Юрусалима по отношению к палестинцам призывает Генсек ООН. Пан Гимун провел встречу с Бениамином Нетаньягу, в ходе которой указал израильскому премьеру на необходимость прекращения поселенческой деятельности, а также предупредил об опасности, которую представляют насилие и провокации для обеих сторон конфликта. Очевидно, подобные советы главный миротворец забыл дать и палестинской стороне. В суматохе из-за поднятия флага ПНА у штаб-квартиры ООН. Израиль оставляет за собой право на жесткий ответ в случае угрозы его национальным интересам. Речь идет о Сирии. Министр обороны еврейского государства Мушей Яолом прокомментировал войну в соседней стране и появление там российских самолетов. По его словам, Иерусалим не вмешивается во внутренние дела Дамаска, но пересечение установленных им красных линий не потерпит. Несколько дней назад на голландских высотах разорвалась выпущенная из Сирии ракета, на что Израиль ответил обстрелом позиций армии Башара Асада. В Сирии мы наблюдаем российское присутствие, ставящее целью защиту режима Асада. В минувшие выходные на территории Израиля упала ракета. По ошибке. Возможно, и не по ошибке. Мы занимаем в этой связи четкую позицию. Мы не вовлечены в процессы по ту сторону границы. Но когда они угрожают нашим интересам или пересекают красную черту, мы будем действовать. Россия тем временем продолжает наносить авиаудары по Сирии. Как заявляют в Минобороны, военные самолеты, в частности, атаковали командный пункт и тренировочный лагерь группировки «Исламское государство». Российские ВВС начали воздушную операцию на Ближнем Востоке 30 сентября. По оценке председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова, она может продлиться около 3-4 месяцев. То, что ограничения по времени есть, заявлял и президент Владимир Путин. Пушков повторил и слова главы Кремля относительно того, что наземная фаза операции не планируется. При этом, как отметил российский законодатель, авиаудары в ближайшее время станут более интенсивными. В МИДе, между тем, не исключили, что Россия может начать и бомбежку территории Ирака, если Багдад обратится к Москве с соответствующей просьбой. Стрелок из Орегона целенаправленно убивал христиан. В США выясняются новые шокирующие подробности трагедии в колледже Ампкуа. По словам очевидцев, в бойне 26-летний Крис Харпер Мерсер заходил в аудитории и требовал от учащихся назвать свое вероисповедание, угрожая им оружием. Тех, кто говорил, что исповедует христианство, Мерсер убивал на месте. В результате стрельбы, по данным СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек, а около 20 получили ранения. Сам преступник был убит в ходе перестрелки с полицейскими. На месте трагедии обнаружены три пистолета и винтовка, которые предположительно принадлежали стрелку. Ну что ж, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. О развитии событий в нашем следующем выпуске я не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова